Девушки отдыхают Прекрасные участницы конкурса автоледи заверяют, гранату с собой не возят. Ограничиваются помадой, мягкими игрушками, в крайнем случае любимой маленькой собачкой. И стильно, и для души. Ну а если шутки в сторону, цель конкурса – доказать, что женщина за рулем – это и красиво, и безопасно. Она не блондинка, за рулем далеко. Я более, наверное, даже, ну не знаю, я считаю себя опытным водителем. Да, может быть, это преувеличение, но для меня я достигла каких-то своих вершин. Кони железные, модно наряженные. К выполнению домашнего задания – украсить свой автомобиль. Участницы подошли серьезно. В ход были пущены шары, цветочки, бабочки. Банковский работник Татьяна Андросова выбрала денежные купюры. Некоторые участницы решили не отдаляться от дорожной тематики. Детские удерживающие устройства, посмотрите, какие мы замечательные сегодня принесли. Зебра и жираф. Мы всех окунем в сафари. Родители задумаются, что не столь важно заплатить штраф. Главное, чтобы их ребенок был в безопасности. После презентации своего автомобиля задание посложнее. Проверка на знания правил дорожного движения. Все как на экзамене в ГИБДД. Ответить на 20 вопросов за 20 минут. Легче тем, кто недавно получал права. Знания еще свежи. Другие решили, что в следующий раз подготовку к конкурсу будут начинать с повторения ПДД. Тяжеловато. Давно уже было, все как-то позабылось. Мы недавно с мужем читали. Он только учится, поэтому это еще свежо. Я решила участвовать для того, чтобы показать дочкам положительный пример. Им очень нравится, что у них мама водитель. Они очень хотят тоже водить машину. Ксению Шуракову дома называют автомамой. Она единственный водитель в семье. В машине у нее уже установлены два детских кресла. И скоро понадобится третье. О себе говорит, как о крайне аккуратном водителе. Собственно, такую же манеру езды она продемонстрировала и во время выполнения упражнений на автодроме. Это третий этап конкурса. Можно ехать? Спасибо. Зрители на всякий случай на безопасном расстоянии. Проехать красиво, фигурно, чисто – программа максимум. За каждый сбитый столбик начислялись штрафные баллы. Все конкурсантки уверенно преодолели змейку. Почти все – круговое движение. И никто не выполнил параллельную парковку. Начальник ГИБДД все равно остался доволен результатами. В конце концов, никто и ничто не пострадало. Заметно, что все старались, чтобы показать вот это вот безопасное вождение, фигурное вождение. Автоюность и автопрофи, мисс Филигранность, мисс Опыт и мисс Мудрость – номинаций хватило на всех. Так что без подарка никто не остался. А победила в конкурсе Галина Солохединова. Она истинная автоледи хотя бы потому, что машину водит на высоченных каблуках. Екатерина Клемешева, Игорь Чухин для программы «Акцент».